похоже смазки там вообще никакой нету то все гудит звук такой сегодня в работе вот такой вот стелс заниженной женской рамы что интересно здесь у нас сломан петух и все это дело переделана на планетарку планетарка у нас 7 скоростной работает только 6 скоростей потому что вот тросик вот так вот распушенный его не могут закрепить и его настроить багажник традиционно не закреплен и смотри чего нас планетаркой там смазки скорее всего нет вообще грязи очень много короче беда как я снял крышки такое состояние внутри грязная смазка местами там есть какие-то песчинки с другой стороны уж тут грязи много со всех сторон и вот так вот у нас выглядят те внутренности которые смог достать смазка очень грязная очень много песка по всему периметру подшипники все черные тормозные колодки я протер это вот столько грязи было на тормозных колодках и с другой стороны это стороны тормоза а это этот ряд это с другой стороны со стороны звездочки тоже подшипник грязный здесь все грязные все пыльники все-все-все грязные то есть надо теперь решать перебирать дальше или нет отмыл я все вынутые запчасти и теперь мы сейчас на свет посмотрим если у нас там износ здесь вот износ вообще не видно потому что слишком глубоко посадочное место на ножном тормозе а вот тут вот из нас со стороны переключать очень сильный смотрите такие вот каверны такие кратера то есть вот дорожка чистая и вот начинается полностью разбитая и с этой стороны тоже самое самое печальное ну и также печально нас вот такие черные подшипники один шарик вообще не держался сейчас я попробую на нем сфокусироваться вот видите он просто весь лопнул потрескался пополам грубо говоря и на втором подшипники тоже они все черные поэтому к сожалению нужен как минимум ремкомплект вот этого подшипника может быть вот этого подшипника и вот такой конус это вот тот конус на котором снаружи мы видели не хватает кусочков скажем так пыльников то есть грязь видимо попадала и вот он полностью уничтожен сейчас открою саму втулку так под большим пыльником у нас принципе грязи особой нет но вот так вот у нас выглядят подшипники то есть шарики уже черные полностью зарзавевшие вода проникала в большом количестве смазка есть но тоже смазка видите такая вся уже пропитанной водой наполовину смытая сейчас я это все достану и продемонстрирую и так белый песочек местами смазка вся смыта тут-то в принципе у нас изнашиваться особо нечего столько нет лопнули никакие шестеренки вот тут хорошо видно количество грязи то есть просто я беру на вот промакиваю видите да вот это вся грязище которая там сейчас внутри нас все разбирать и мыть и менять скорее всего вот эти вот все черные подшипники при достаточно много заводской смазки на с одной стороны прилипло все остальное водой размыло и у там внизу видно чернота и песочек все тоже надо умывать так чтобы вот эту штуку разобрать она сейчас вся грязно видите да пока я в тряпочке донес на улицу столько грязи выпало чтобы руки не пачкать и чтобы пыли был поменьше у нас есть предварительная очистка то есть мы берем чистую бутылочку кладем туда вот эту всю конструкцию так берем такой обезжириватель очень хорошо растворяет очень быстро испаряется и не сильно вонючий в отличие от всяких других растворителей и у нас предварительно мойка выглядит вот таким вот образом то есть вот у нас был чистенький вот здесь что на нас уже как видите не очень чистенький сейчас возьму щеточку зубную и начну промазывать всю эту штуку всю эту грязи щу а потом все солью на черную тряпочку на такую темную мы увидим количество грязи которое бы там внутри было песок стружку и все остальное так пока я всем этим занимаюсь на грязном полу то же предварительная мойка вот разобралось у нас частично на несколько частей дальше чтобы разобрать нужно вот эту вот штучку снять можно все это вы на пока я все это отмываю что просто грязи не было вот такой он был чистый такой он стал грязненький сейчас мы все аккуратненько сольем и посмотрим количество еще какая-то запчасть у нас всегда надо выливать через тряпочку даже не впитывается всегда надо выливать через тряпочку чтобы все мелкие запчасти оказались у нас собачка увидите сколько грязи вот это все было внутри металлическая стружка вот это вот все даже не впитывается то есть большое количество очень осадка ну это конечно растворенная смазка плюс песочек сейчас вот это все я короче сейчас солью и покажу в общем тут все еще печальней шарики все от разбитые корродирующие лопнувшие таким все в колдобинах такой большой подшипник дорого стоит но это ладно вот эта штука куда упирается большой подшипник и их она сейчас я попробую в принципе тут везде видно там рытвины колдобины вот она и хрустит больше всего скорее всего в общем износилась износилась вот здесь вот видно хорошо все плохо 60 запчасти отмытой вот так вот по пакетикам расфасованы все это гермопакетик убрано и будет теперь ждать запчастей сейчас ищем по всем интернет-магазинам по авито какие-либо запчасти которые нам могут подойти потому что именно на эту втулку запчасти нет вообще втулку я первый раз помыл потом я буду конечно еще раз мыть то есть вот такое состояние посадочных мест соответственно внутри это выглядит таким вот образом помыл продул компрессором сейчас она будет лежать некоторое время потом соответственно все это мы еще раз помоем обезжирим вроде бы внутри какого-то износа катастрофического нету по крайней мере я не вижу здесь тоже все вроде бы нормально не смогли найти никаких запчастей ни на авито не по другим мастерским на эти планетарки клиент заказал вот такую здоровую планетарку nexus она в два раза больше чем старая смотрите какая здесь смазочка чистенькая сейчас я с той стороны открою здесь просто пыльник пластиковый просто надевается сейчас я откручу с другой стороны посмотрю что там и вот заспецуем новое колесо на новый более прочный обод уже на новую планетарку тоже к сожалению старую никак не реанимировать потому что запчастей в россии не продается вот с этой стороны тоже вообще все новое все чистое здесь по краю увидите что пыли нету соответственно скорее всего это втулка новая либо снятая снова велосипеда и вот здесь вот видно даже что смазка не разбрыгалась ни по чашке нигде втулка в идеальном состоянии в районе 7000 доставкой она обошлась клиенту это очень дешево это практически половина цены от новой без учета текущей инфляции вот уже у нас тут весна уже середина марта то есть прошло полгода ремонта велосипеда к чему мы пришли поскольку заднюю втулку установить сожалению возможно нет никаких запчастей кризис все дела мы ставили в новый усиленный обод бушный правда новую втулку но она тоже не новая на буш на снялся как воздух спеда состояние идеальное переспицевали колесом поставили втулочку и сейчас вот клиент решает какую цепь он сюда поставит новую любую ушную какую звездочку с каким количеством зубьев он сюда поставит новую либо уж на сегодня приедет и мы попытаемся подобрать сюда звезду чтобы цепь можно было натянуть так что у нас дропауты идут вертикально должны быть горизонтальные соответственно просто так натянуть невозможно цепь спадает в общем одни проблемы этим велосипедом